Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан и сегодня у нас первая реакция мистера Харриса. У нас есть много реакций мистер Харриса, которые пришлось удалить и которые я опять залью, но ни в одной из них я вам не рассказывал, что это за человек и чем он занимается. Мистер Харрис является генеральным директором молодежного центра Ренессанс, который находится в Бронске, Нью-Йорк. Кстати, на этих кадрах вы видите его молодежный центр. Мистер Харрис делает доброе дело, так как он ограждает молодежь от наркотиков и криминала и воспитывает подрастающее поколение через искусство. Добро пожаловать, ребята! Все, мы в кадре. Итак, что там, кто там? Это мистер Харрис. Это наш ютуб-канал. Сегодня у нас довольно уникальная реакция. Итак, мы собираемся посмотреть это видео, которое для нас выбрал Рик. И первое, что я заметил, когда я сел в это кресло, я о том, что я понятия не имею, как произнести его имя. Когда я чего-то не знаю, я начинаю пить, чтобы люди не поняли, что я чего-то не знаю. Я не знаю, как произносится его фамилия. И я не хочу издеваться над его фамилией. Но я реально не знаю. Если я сказал что-то не так, я знаю, что вы любезно сможете поправить меня. Ключевое слово «любезно». В общем, на данном канале мы пытаемся исследовать все типы музыки. Мы слушали блюз, рок. И сейчас я попросил выбрать что-то совершенно другое, чтобы посмотреть на это. Я полагаю, ты тут все настроил, потому что там была музыка в начале. Отличненько, давайте глянем. Давайте посмотрим, что у нас тут такое. Димаш. Ты мне не говорил, что это на другом языке. Не болар солдат булла байнам, кюрген куны маим. Субтитры создавал DimaTorzok Ах, какая сцена! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Окей Обожаю, когда застегаются расплох Ты меня о таком не предупреждал, Рик Я читал субтитры Это было очень увлекательно Даже не знаю, с чего начать Я не знаю, что это был за язык Поэтому я надеюсь на ваши комментарии, ребята Потому что вы меня всегда просвещаете В общем, все, кто слышит и смотрит это Если вы напишите, что это был за язык, я буду благодарен И мне также интересно, правильно ли Google переводит в субтитрах Тут много чего про лошадей и коров Тут еще говорится, мои родители вдвое старше меня Что-то в таком роде Иногда перевод получается очень корявый В общем, какой это язык И это корректный перевод или как? Классный голос Прекрасный Прекрасный голос Я был сильно поражен, когда он взял вот эту высокую ноту до диез Я не ожидал такого Полным голосом взять высокую ноту Потому что он почти все спел низким голосом Отличный вибрато Знаете, что мне больше всего нравится сейчас? Мне кажется, что американская музыка Я вспомнил это из-за вот этой буквы М Которая напоминает лого американской звукозаписывающей компании Я думаю, что американская музыка Она зачерствела Она находится в застое У нас был блюз Был хип-хоп Был госпел Была поп-музыка И сейчас все это как-то остановилось Хорошая новость в том, что это заставляет некоторых людей Быть чрезвычайно творческими Поэтому я смотрю, что творится в мире Как тут, например Это звучит славно Это уносит нас назад к чему-то более чистому Для меня это как смесь R&B и мультика Король Лев Сама постановка похожа на Король Лев И он на самом деле отличный певец И есть в этом что-то из R&B Такое чувство Ничто не победит Действительно настоящее чувство Я ничего не понял из того, что он спел Я читал субтитры про лошадей и коров И про возраст в два раза больше дюжины Перевод тут, конечно, странноватый Или ему было 24 года Но я поймал это чувство Не важно, о чем была песня Но это прозвучало как откровение кому-то Что-то вроде Люблю тебя Хочу быть с тобой Отдам все за это Вот что я почувствовал В этом-то и есть вся универсальность музыки Все равно, что этих субтитров здесь не было Потому что я был всецело поглощенным Я бы посмотрел весь концерт Димаша И слушал бы его Хотя не знал бы, о чем он говорит Но весь кайф в том, что я могу почувствовать это Музыка – это чувство Но она также дает тебе какую-то информацию И я это почувствовал Хотя у меня было минимум информации Из-за языкового барьера Интересно, как часто он поет в этом высоком диапазоне Он спел так всего лишь раз В самом конце Мне бы хотелось побольше вот этого Может вы предложите что-то еще из его репертуара Очень-очень-очень увлекательно Да Было круто Я просто хочу дополнить Говорят, что он обычно поет в вокальном диапазоне 6 октав Исполняет песни на 12 разных языках Чего-чего? 6 октав? Он спел тут максимум 1,5 октав Тогда его надо смотреть Надо взять его в оборот Еще и столько языков Я на одном английском И то нормально, не могу общаться А он владеет 12 языками? Похоже, Америка стоит на месте Пока весь мир развивается Мы рады наблюдать за вами В том смысле, что вы сделаете в музыке Передаем вам эстафету Это было славно Мне понравилось Надеюсь, вам тоже понравилось Ну что ж Смотрите наш канал Подписывайтесь Сказано было достаточно Мира всем! Всем спасибо за внимание Мистер Харрис, конечно же, нарвался на кривой перевод Гугла Очень часто такое бывает Поэтому я и здесь И перевожу все эти реакции Потому что все-таки Это переводит машина Она очень часто не понимает Все наши человеческие приколы Мистер Харрис, я его обожаю Мне нравятся все его реакции Несмотря на то, что Он иногда идет не в ту степь Но делает это красиво Всех был рад увидеть Всех люблю Всех обнял Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok